всем привет история темных земель продолжает разрастаться и теперь масштаб расширения лора охватывает не только загробный мир но и всю вселенную в самом начале дополнения мы узнали что существуют некие первые или же предвечные создатели всех космических сил и каждый из них отражает качество своего кузнеца именно к их гробнице отправился звал что известно об этих высших богах вселенной варкрафт на данный момент совсем недавно состоялся выход книги гримуар темных земель и далеких миров написанный от лица брокера и следователя собиравшего информацию на протяжении бесчисленных веков можно сказать что это полноценный четвертый том хроник и начиная с этого ролика мы будем рассказывать вам все самое интересное из этой книги сегодня вы больше узнаете о предвечных и их культуре обязательно досмотрите до конца потому что от этого лора будет отталкиваться вся дальнейшая история мира варкрафт и скорее всего следующие обновления и дополнения будут целиком завязаны на этих знаниях начнем сразу же после рекламки предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших снг серверов легендарной мморпг world of warcraft cyrus модифицированное дополнение лич кинг новые эксклюзивные расы добавлены обновленные подземелья и рейды из burning crusade новые поля боя различные pvp режимы и 3 pvp фракция ренегаты которые являются одиночками и врагами для всех на твой выбор есть два разных игровых мира scorch x2 мир системой категорий с получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа алгалон x4 новый мир для ценителей времен 3 3 5 а тут ты сможешь быстро догнать бывалых игроков и побороться с ними на равных уже более 10 лет работы и стабильно высоком онлайна зови друзей с собой и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг другу регистрируйся по ссылке в описании получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта с которым ты сможешь стартануть носирус еще быстрее первое и самое главное на что стоит обратить внимание это исправленная космология посмотрите брокер изобразил космические силы совершенно в других позициях и теперь главные противоборствующие силы это жизнь и смерть он показал их так не потому что обитает в темных землях и считает такой вариант близким себе а потому что жизнь и смерть этой силы образующие две отдельных реальности коих не образуют титаны свет или бездна брокер внимательно изучил карту космологии и вот что он пишет в своих заметках когда я услышал что это печальная пародия на карту с неправильными расчетами поколениями передавалась урас выкованных титанами то мне стало очевидно почему так абсурден этот фолиант за который она так фанатично цеплялась почему каждое слово в нем подобрано чтобы восхвалять титанов будто бы это пантеон порядка служил архитекторами совершенного космоса как типично для их рода приписывать себе заслуги за то что они лишь у нас следовали но не построили как хорошо известно в языке титанов понятия создали и упорядочили обозначаются одним и тем же словом какая нескрываемая спесь я было подумал поделиться с этой самопровозглашенной ученой нашей собственной космологии скурпулезно разработаны лучшими умами наших объединенных картелей призванную беспристрастно описать основополагающей истины космоса но в итоге понял что смертная не сможет постичь таких тонкостей поэтому вместо того чтобы впустую тратить силы я просто поблагодарил ее за мудрость и отпустил продолжать свой путь для полноты картины и вашего пользования я добавил сюда нашу правильную карту космологии это нельзя прям назвать редконом лора однако какие-то изменения внесенные с точки зрения более разумных раз и явно есть очень большое внимание уделяется и жизни о которой в последнее время практически все забыли также обратите внимание на порядок то есть на силу титанов теперь он выглядит как шестеренка словно отлаженный механизм и это более верное отображение их природы ведь все что было выстроено титанами так или иначе походило на один большой механизм пока их слуги не были поражены проклятием плоти и так потихоньку переходим к загадочным создателям обеих реальностей предвечным брокеры долгие годы пытались найти хоть какие-то зацепки что помогут побольше узнать о загадочных кузнецах космических сил и все же они кое-что нашли вот что пишет автор книги в своих заметках хотя нас всюду окружают свидетельство мудрости предвечных увы нам известно крайне мало непреложных фактов об этих прародителях когда они впервые ступили в этот космос ступают ли они по нему до сих пор или отрезок их бытия закончился в давно прошедшие эпохи все это тайны которые мы так и не раскрыли язык предвечных будто меняется и растет с течением того как я открываю все его новые глубины без сомнения откроются новые смыслы когда символы и геометрия этого языка фракталов станут для меня более известными но к сожалению каждое последующее донесение от экспедиции алл становилась все менее последовательным с течением того как их странстве начало затягиваться и они принялись плутать из одного мира иного в другой сквозь все более далекие и малоизученные уголки междомирия известные другие представители нашего рода которые пожертвовали свой интеллект на алтарь великих тайн прошло уже много циклов без всякого контакта от экспедиции и становится ясно что ал-рафим было предначертано стать еще одной погрешностью фракталов безумцем павшим жертвой диких джунглей несоответствий но я не могу не задаться вопросом не мог ли этот безумный индивид в своем уникальном видении добиться успеха там где все прочие потерпели крах не нашел ли он склеп первых быть может он не боится вернуться к нам с пустыми руками а наоборот просто не может вернуться так рано из-за всего объема открывшейся ему информации истину в этой истории как и во многих других еще только предстоит открыть но самое важное наблюдение кроется в некоторых символах которые мы нашли в орибосе и в кортии свернувшиеся в кольца змея считается знаком первых насчет змей это очень важная заметка как выяснилось этот символ является неким гербом предвечных и все к чему они прикоснулись помечено знаком змеи я сразу же обратил внимание на то что вершину темного портала украшает символ огромной змеи может ли это быть как-то связано что если портал выстраивался по каким-то технологиям создателей и орки решили не менять его дизайна об этом тоже свидетельствуют статуи по бокам являющиеся копии тех что располагаются во многих местах темных земель также заметок брокеров мы можем понять что склеп первых очень надежно защищен и любой кто пытается узнать больше об истории создателей пожертвовал своим рассудком и превратился в безумца такова плата за знания тем не менее картель брокеров смог найти способ переместить свое оборудование к окрестностям склепа и теперь они отправляются в него для того чтобы продолжить свои исследования обратите внимание портал открытый финальным боссом в тазовеши выглядит точно так же как и портал тюремщика на вершине орибаса это лишний раз доказывает нам правильность написанных брокером заметок теперь не остается никаких сомнений уже в следующем обновлении мы сможем посетить таинственную гробницу предвечных именно вокруг и внутри нее развернется новый сюжет вот такими интересными фактами пополнилась вселенная варкрафт но это далеко не все самое интересное мы продолжим делиться с вами всеми важными знаниями из новой книги коих очень много поэтому подпишитесь на канал и поставьте ролику лайк а также напишите в комментариях свои интересные заметки касательно написанного брокером большое спасибо за просмотр и за то что вместе с нами следите за сюжетом игры до новых и скорых встреч